Как известно, период колебаний математического маятника описывается формулой t, большой период, равен 2π, умноженный на корень квадратный из l, деленное на g, где l длина маятника, а g ускорение свободного падения. Из этой формулы можно найти ускорение свободного падения g. 4π квадрат l, деленное на t, большое в квадрате. Таким образом, чтобы измерить ускорение свободного падения в данном месте земли, надо, зная длину маятника l, измерить период его колебаний. Обратимся к опыту. К штативу подвешен маятник длиной 101 см. Период его колебаний мы будем измерять с помощью электросекундомера. Электросекундомер имеет две шкалы. Малую внутреннюю шкалу. Цена каждого деления этой шкалы 1 секунда. Вся шкала составляет 12 секунд. И большую секундную шкалу. Стрелка обегает эту шкалу за 1 секунду. И здесь, поскольку на шкале имеется 100 делений, цена каждого деления большой шкалы составляет 1 сотая секунды. Отклоним маятник от положения равновесия. И в тот момент, когда мы его будем отпускать, включим секундомер. Раз, два, три, четыре, пять. Мы видим, что время пяти полных колебаний маятника составило 10,04 секунды. 10,04 секунды. Повторим эксперимент, предварительно поставив стрелку секундомера на ноль. Снова будем отсчитывать пять полных колебаний. Раз, два, три, четыре, пять. Результат второго измерения 10,09 секунды. Проведем третье измерение, опять предварительно поставив стрелку секундомера на ноль. Раз, два, три, четыре, пять. Десять целых десять сотых секунды. Итак, мы имеем три значения. Десять целых четыре сотых секунды. Десять целых девять сотых секунды. И десять целых десять сотых секунды. Найдем среднее время пяти полных колебаний. И рассчитаем ускорение свободного падения. Вы видите на экране значение длины маятника и результаты трех измерений времени пяти полных колебаний. Найдем среднее время для пяти полных колебаний маятника. Оно по результатам измерений составляет 10,08 секунды. Теперь нам надо в формулу для G подставить длину маятника 1,01 метра. А в знаменатель надо подставить период одного полного колебания. Для этого надо время, среднее время пяти полных колебаний разделить на пять. И возвести все в квадрат. Результаты расчета дают нам значение ускорения свободного падения 9,81 метра в секунду в квадрате.